Всем привет! Вы на канале Red Army Airsoft, я Евгеньевич, и это свежий выпуск настоящих новостей страйкбола. Поехали! Генеральный спонсор канала – страйкбольный магазин Airsoft Rules. В этом выпуске будет много горячих новинок, а еще этот месяц ознаменован великой битвой анлоудеров. Что это за новое слово в страйкбольном лексиконе, мы тоже разберемся. Есть устройство для зарядки магазинов, оно называется Loader. А еще, оказывается, есть устройство для разрядки магазинов. Выглядит оно вот так. Зачем оно нужно, когда можно просто зажать фиксатор на магазине? Вопрос, конечно, открытый, но это, наверное, просто удобнее, когда вы хотите разрядить магазин в пакет с узким горлом или, например, даже в бутылку. Британец DJMitch117 сделал свою версию такого устройства, напечатанного на 3D принтере, и даже решил на этом немного подзаработать. Комплект из двух штучек он предлагает купить за 7 фунтов, что на наши деньги примерно 680 рублей. Это, конечно, без доставки. С доставкой в Россию ценник вообще будет какой-то космический для такой безделушки. И это сразу заметили люди в комментариях. Начиная войну с клятыми капиталистами, Александр Барсуков этим же вечером нарисовал и выложил в комментариях файл с 3D-моделью такого анлоудера, который может напечатать любой желающий, главное найти 3D принтер. К священной войне против тех же капиталистов подключилась мастерская Свояк, выложив бесплатный файл для 3D-печати со своей уже доработанной версией, с кольцом. Чтобы было можно вертеть анлоудер на пальцы, демонстрируя победу свободного творчества. Вам же остается выбрать модель, которая вам больше нравится, скачать файл и напечатать на 3D-принтере. Все ссылки я оставил в описании. Известный производитель масок для пейнтбола Дай на своей российской странице поделились весьма интересной информацией. Оказывается, в этом году основной потребитель их пейнтбольных масок по миру уже оказывается не пейнтболисты, а спецофтеры. Из этого можно сделать выводы, что направление спецофта в мире развивается еще более взрывными темпами, чем ожидалось. Грядет эпидемия. В России мы тоже стараемся не отставать. И с 27 по 28 ноября проводим всероссийский турнир спецофт Раша Кубок Городов 2021. Оба дня на нашем канале будут прямые трансляции. 27 днем будут отборочные взрослые лиги. 28 ноября утром отборочный и финал Лиги Юниоров. И 28 вечером будет финал взрослой лиги. А что будет за день до турнира 26 ноября? Пятница. Черная пятница в Airsoft Rus. Это единственный день в году, когда можно закупиться с максимальными скидками до 50%. Снаряжение и привода со скидкой до 40%. Расходники со скидкой до 20%. Внешний обвес со скидкой до 50%. И многое другое. Хочу обратить ваше внимание, что это будет только один день и количество товара ограничено. Так что рекомендую собирать корзину заранее. Акция стартует 26 ноября ровно в 00.01 минуту. Кто первый, того и тапки. Breaking News. Марти ограбили. Совсем нюфак и не знаешь, кто такой Марти? Это страйкбольный блогер, который раньше делал ролики для новичков, страйкбольный обзор и снимал геймплеи. А сейчас перешел на огнестрельную тематику и периодически снимает геймплеи. Страйкбольный, разумеется. А не то, что вы подумали. Так вот, Марти живет в своем доме в Краснодаре. И когда он был в отъезде, его ограбили очень странные грабители. Ребят, поздравьте, пока я был в отъезде, мой дом взломали и обнесли. Пробравшись в дом через окно второго этажа с помощью лавки. Оружейный сейф они не тронули, но зато подготовили к эвакуации снарягу, страйкбольные пушки и компьютер, камеру и триммер для бритья. Скорее всего, они собирались открывать свой собственный страйкбольный ютуб-канал. Ну а потом, видимо, поняв перспективы, одумались, срезали один велосипед. Фонарь сперли. Классный фонарь от фирмы Яркий Луч. Тоже жалко. И растворились в закате. Насколько я понял, украли только велосипед и фонарь Яркий Луч. Звучит это все, конечно, как сюр или очень партизанская реклама фонарей. Еще в доме были коты. Слава богу, что с ними все в порядке, и они не пострадали. Главное, что коты целы. Это самое главное. Коты целы. А деньги, вещи... Следующая новость для любителей бахнуть пиротехникой на вышибном заряде и мушкетона. Я думаю, никто не будет спорить, что мушкетон это самое популярное пусковое устройство на рынке. Но, к сожалению, их базовые силуминовые стволы не рассчитаны для стрельбы вышибными зарядами. Да и кнопки фиксации ствола тоже вылетают только в путь. Кроме того, прицеливание из мушкетона всегда было вопросом сильного рендома. Прицельных-то нет, а коллиматор не самая удобная штука, когда вы используете кабуру. Мастерская HL Customs решила укокошить сразу двух зайцев и запустила в серию стволы для мушкетонов из алюминиевого сплава. Токарка, фрезеровка, все дела. Покрытие, порошковая краска. С таким стволом мушкетон теперь может переносить взрыв любого страйкбольного выстрела даже внутри ствола. Второй фишкой новинки являются встроенные механические прицельные приспособления. Они реализованы в виде боковой респланки, угол которой можно менять от 0 до 30 градусов с шагом в 5 градусов. Максимальный угол, кстати, примерно соответствует максимальной дальности полета снаряда по баллистической траектории. Но под каждый тип выстрела вы сами можете выбрать оптимальный угол под рабочие дистанции конкретного выстрела. Ценник на новинку 4500 рублей. А если нужно, вы можете купить еще и усиленную защелку. Она выполнена из тех же материалов и стоит 700 рублей за штуку, если покупать вместе со стволом. Отдельно ценник 1200 рублей за штуку. Ссылку на товар я оставил в описании. Soma Gear показали рендер своей реплики тактического блока NGAL Gen 3. Каких-то подробностей в данный момент пока нет, но учитывая качество их продукции, стоит ожидать, что новинка будет достаточно хороша. Будем ждать новостей. Maple Leaf запустили продажи своей версии камеры хоп-апа для ГББ-глоков от VFC. Камера рассчитана для работы с резинками VSR-типа и адаптирована для работы со стволиками Crazy Jet серии. Регулировка хопа происходит с помощью колесика. Оно находится сбоку камеры. Коромысло двустороннее, то есть прижатие происходит равномерно без перекосов. В комплекте, кстати, есть запасное коромысло. Ценник на все это примерно 2100 рублей за штуку. Мастерская Cooxid начали продажи страйкбольной версии бесшумного пистолета PB. В качестве базы используется страйкбольная версия PM без имитации отдачи от KWC. Глушитель съемный и разбирается так же, как у огнестрельного прототипа при помощи подпружиненной клавиши у среза глушителя. В комплекте, помимо пистолета, есть один CO2-магазин, съемный глушитель, а поставляется все это дело в противоударном кейсе. Как по мне, это отличная альтернатива PM2 от ACS. Я бы даже сказал каноничная. Ценник 21000 рублей, что в принципе для кастомного продукта весьма неплохо. Мастерская также планирует выпуск ГББ-версии, но как вы понимаете, пистолеты с имитацией отдачи стреляют заметно громче. А пистолет бесшумный, это все-таки протихие выстрелы. У любителей страйкбольных калашей при покупке трассерной насадки всегда стоит выбор. Либо удобство, либо антураж. Либо ты ставишь легкую, удобную и компактную трассерную насадку Lighter или Blaster от A-Stack, либо тебе придется прятать трассерку в имитацию кочевника, или если тебе совсем не повезло и у тебя Ксюха в какой-нибудь PBS-4. Но теперь, похоже, есть вариант совместить антураж с эффективностью, потому как Ди-Бой сделали реплику ДТК к рынку со встроенным трассерным модулем A-Stack Blaster с имитацией вспышки. В Ampid Airsoft новинка стоит примерно 110 долларов. Когда все это дело появится в России, вопрос, наверное, больше к магазинам, которые регулярно привозят трассерные насадки. Например, airsoftstore.ru. Совсем недавно к ним приехала большая поставка трассерных насадок от A-Stack. И есть все самые популярные модели по очень неплохим ценам. Популярную Bright RC можно купить за 4500 рублей. Помимо уже стандартных насадок приехали новинки. Например, Bright RCs, который от классической версии отличается дизайном, при этом сохраняя все особенности серии, такие как включение при встряхивании, режим самодиагностики и пыль и влага защиту по классу IP64. Еще приехал тот самый Blaster, который помимо подсветки шаров имитирует дульную вспышку, что выглядит очень круто и антуражно при слабом освещении, особенно с газовыми карабинами. Ссылки на весь каталог есть в описании. Angry Gun засветили имитацию мультикалиберного глушителя Dead Air Sedmon S с трассерным модулем A-Stack AT2000R внутри, который, если нужно, вы, конечно, можете достать. И использовать глушитель как глушитель. Новинка, выполненная из стали и алюминия марки 6061-T6 и выпускается в двух вариантах. В цвете FDE с пламегасителем и в черном цвете с ДТК K-Mount. Резьба 14- отрицательная. Заявленный ценник 6900 рублей за штуку, а продажи должны начаться уже на этой неделе. Для владельцев ЭМОК на ВВД мастерская Ленин Солюшн разработали скелетные рукоятки. Называются они Маэстро и делаются из фотополимерной смолы высокой прочности. Всего есть 4 модели. Лесной вариант с винтовочным хватом и углом примерно 60 градусов. Вариант со стандартным углом хвата, как у большинства ЭМОК. Спортивный вариант с прямым углом, чтобы привод было можно удерживать из любого положения, при этом не выворачивая себе запястье. И четвертый вариант тоже спортивный, но рассчитан на более маленькую руку. Ценник 2000 рублей за штуку. Продолжая тему рукояток, мастерская BLK-1 сделали реплику пистолетной рукоятки Zenit RK9 для приводов АК-серии. У этой новинки есть две фишки. Первая это то, что она, насколько это вообще возможно для АЕК, копирует оригинал. А вторая то, что это первая в мире страйкбольная версия этой рукоятки. А сделать что-то раньше для АК, чем это сделает LCT, это вполне себе ачивка. Ценник на рукоятки зависит от пластика. Из глянцевого пластика она стоит 1500 рублей за штуку. Из карбононаполненного пластика 2500 рублей. PTS Syndicate сделали компактную тактическую рукоятку EPF2S. И механические магазины EPM на 150 шаров. В расцветке Alive Drab. Старт продаж намечен на 25 ноября. Стоимость рукоятки 18 долларов. Магазина 21 доллар. Tagin на своей странице ВКонтакте опубликовали таблицу совместимости пусковых устройств. Ну, опубликовали и опубликовали. И что из этого? А вот если присмотреться, то в таблице можно найти ML36 на вышибном заряде и на радость воинам демократии M203 на вышибном заряде. Не знаю, насколько специально они это сделали, но можно считать за партизанский анонс. Leilux под своим брендом Nineball сделали увеличенную кнопку сброса магазина для GBV-версии Desert Eagle от Tokyo Marui. Большому пистолету большая кнопка сброса, вроде бы все логично. О, чуть не забыл про Marui. У них недавно прошла очередная онлайн-выставка Marufus Online, на которой они опять светили свои новинки. Это два суперкомпактных пистолета и эффективная снайперка на базе VSR-10. Первый суперкомпактный страйкбольный пистолет это газовая реплика Taurus Curve без имитации отдачи. Как и положено суперкомпактному пистолету, у него отсутствуют выступающие элементы для удобного скрытого ношения. А еще у него изогнутая форма и есть клипса для фиксации пистолета во внутренней части брюк без использования кобуры. Этот пистолет будет интересен тем, кто посещает всякие ролевки и всякие милсим-проекты для диверсий. Магазина на 10 шариков в принципе должно для этого хватить. В отличие от оригинала, встроенный фонарь и LSU тут не рабочие и выполняют только декоративную функцию. Второй суперкомпакт это реплика Ryuger LCP-2, тоже газовый без имитации отдачи. Как у оригинала, форма тут тоже рассчитана для скрытого ношения, но в данном случае в кобуре. Ее, кстати, Marui тоже обещали выпустить. Вариантов с магазинами тут два, стандартный на 10 шаров и увеличенный на 15 шаров. Но все-таки главная новинка выставки это эффективная спринговая снайперская винтовка VSR-1. По сути это знаменитая VSR-10 с ее популярной архитектурой и кучей тюнинга, но в компактном тактическом варианте. То, что и нужно эффективному снайперу. Ложа выполнена из полимера, по бокам есть имлок для всякого обвеса, если он вам нужен. В комплекте идет три респланки. Приклад алюминиевый складной, что несомненно плюс для удобства транспортировки. Вся винтовка весит 2,1 кг, длина в сложенном положении 614 мм, длина внутреннего стволика 200 мм. Но, если нужно, на стволе есть резьба 14 отрицательная и вы всегда можете нарастить ствол или поставить глушитель. Чем мы хуже, подумала мастерская Рубеж-52, мы тоже можем в складные снайперки. И запилили вариант в свои деревянные ложи для М24 со складным прикладом ТОС-106. Стильно, модно, брутально. Если нужно, делают на заказ. Продолжая тему снайперских винтовок для страйкбола, нельзя не упомянуть новинку от S&T. Это спринговая страйкбольная версия М40 в настоящем дереве. Внутри стандартная архитектура VSR-10, вес 3 кг, ценник примерно 18 тысяч рублей, ну если на наши деньги. В это время АПС в коллаборации с EMG сделали спринговую версию винтовки Barrett Fieldcraft с деревянной ложей и полированным внешним стволом. Новинка может похвастаться правильными лицензионными маркировками. Внутри спринговой версии опять VSR-10. В будущем еще планируются не особо эффективные, но антуражные газовые версии, работающие на Грингазе и СО2. Сейчас в самом разгаре идет международное голосование Airsoft Player Choice Awards. В прошлом году, благодаря вам, Red Army и Airsoft отметили в номинации новости. И мы, насколько это возможно, стараемся оправдать ваше доверие и, несмотря ни на что, продолжать пилить контент. С страйкбольными новостями я регулярно занимаюсь уже почти 10 лет, а страйкбольными обзорами и YouTube-каналом почти 8 лет. В этом году я традиционно прошу вашей поддержки и ваших голосов в номинации «Лучший YouTube-канал про страйкбол» и «Лучшие страйкбольные новости». Но если вы очень хотите нас поддержать, вы можете еще проголосовать за какое-нибудь видео. А еще мы в этом году сделали игру на 500 плюс человек «Огни Бористана». Для вашего удобства и чтобы вы не тратили лишнее время, в описании и в комментариях я оставил шаблон. Вы можете просто скопировать и вставить. А у меня на этом все. Как всегда, предлагаю общаться в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх. Я старался голосовать за настоящие новости страйкбола. С вами был Евгеньевич. До скорого!